Всем привет! Добро пожаловать в влог на пару. Это пара. Третьего не видно. Третьей пары не видно. Вначале опять мы хотим напомнить я Натали, чтобы она сообщила нам про свой адрес. Очень просим вас. Мы будем на этой неделе каждый день напоминать. Ну, вдруг вы какое-нибудь видео посмотрите. А дальше мы отвечаем на вопросы. Сегодня такие классные вопросы. Я прям в предвкушении. Начинаем с двух вопросов про помады. Мы хотели сегодня показать, как мы украшаем к Дню Святого Валентина, а потом решили, что нет, ответим на вопрос. Да, Марина Романович меня спросила, о какой я помаде. Когда-то говорила, что она мне не нравится на вкус в Арифлейме. На самом деле у меня две такие помады. Одна мне больше не нравится на вкус, но другая чуть-чуть поменьше, но тоже очень не нравится. Потому что в последнее время Арифлейм начал выпускать с цветочным вкусом и запахом помады. И это первая. Больше всего мне не нравится сейчас Джордани Голд помада. Очень она мне не нравится на вкус. А какая? Я тогда говорила про барокко, по-моему, серию. Но она вся сейчас с одним запахом и одним вкусом. А вторая это Арифлейм Бьюти или что она сейчас, как она называется? The One. The One, простите. The One, которая классическая помада в тюбиках. А что остальное без тюбика? Ну, есть ещё, которая, ну как раньше, энергоблеск была. В тоненьких. В тоненьких, да. Есть ещё суперматовая или суперустойчивая. В общем, классическая такая в обычных тюбиках. Она тоже теперь с цветочным запахом и с цветочным ароматом. И с цветочным вкусом. Запахом и ароматом это одно и то же. Да. И с цветочным вкусом. В общем, она тоже очень мне не нравится на вкус. А цветочный вкус это как? Ну, вот такой, знаешь, то ли роза, то ли... Или ты лопаешь, да, так, грызёшь? Я имею в виду, вот когда я тебя целую, или мне вдруг попадает на язык от парфюмерии. А-а-а. Вот этот вот вкус такой, Бася, вот этот вкус, он такой противный. Вот. А ещё под носом всё время вот этот запах цветов, которые мне не нравятся. Ну, давай, теперь ты отвечаешь. Мне вопрос по поводу помады от фиалки 24.09. Что за помада у вас в предыдущем видео? Сегодня я вообще без помады. Значит, в предыдущем видео под номером 179. Да, точно, сегодня 180. А! Нет, 180, а сегодня будет 181, да? У меня, во-первых, карандаш. Я думала, что ты про помаду тоже говоришь про помаду. Во-первых, красный карандаш Пупа 07. Агент 007. Вот такого красного цвета. Я про него рассказывала в каких-то пустышках. Очень люблю этот цвет. И помада NYX. Перламутровый оттенок вот такой. Ну, он немножко... Он на самом деле более нежно-розовый. Там он яркий какой-то получается. Да, и помада у тебя ярче. Как помада ярче? Ой, и карандаш ярче тоже получился. Ну, в общем, это вот помада NYX. А номер... Аня, смотри, какой номер я со слепой не увижу. 619. LSS 619 Flower. Вот. Вот. В комбинации... Вот вы знаете, не поверите. В комбинации красный вот с этим розовым дают очень-очень красивый цвет. Поверят, тебя же спросили, какой. Следующий вопрос. Мне очень понравилась последовательность вопросов. Мега Андрейка. Зацените. Первый вопрос. Были в вашей жизни такие моменты, за которые вам стыдно? И сразу же. Пробовали ли вы косметикой Эйвен или Фаберлик? И не было ли вам за это стыдно? Глаза. Света. Ну, начнём с конца, давай. Там проще. Я думаю, что они на самом деле не связаны. Это было просто вопрос. Но последовательность хороша. Давай со второго вопроса начнём. Да, мы вместе. Пробовали ли вы косметику Эйвен и Фаберлик? Фаберлик я не пробовала. Я тоже никогда в жизни не пробовала. А Эйвен пробовали. Мы уже пробовали. Я не пробовала. Да ладно, пробовала. Ну, для меня косметикой... Пробовать какую-то марку, это значит пользоваться кремами. Нет, пробовать это пробовать, а пользоваться это пользоваться. Нет, всё равно про кремы. Для меня это про кремы. Косметика, любое средство. Во-первых, ты пользуешься маской. Для декольте. Да. Да, я тебя спалила. Меня поймали. А, и для ног. И для ног кремом. И для рук. Ага. Нет, для рук не пользуюсь. Нет, кремом для ног. Так что это спалило. Какие-то ванночки у меня для ног тоже есть. Да, ванночка, кстати, хорошая, и маска для ног тоже хорошая. Ну, в общем, пользовалась. Получается, пользовалась, но кремами Никогда в жизни не пользовалась Я пробовала один раз Я пробовала маску Один раз для лица Она у меня сейчас в коллекции разочарований Страшнейших просто В общем, я много чего С детства пробовала в Эйвене И ничего особо меня не впечатлило Кроме маски У нас одна знакомая подрабатывала В Эйвене и дарила очень много Анютке, вот когда она была Помоложе, что-то там от прыщей Какая-то серия была Но разные в общем вещи Вот, но вот кремами для лица я вообще никогда не использовалась В общем, меня особо Ничего из косметики не впечатляет Кроме вот средств для ног И мне аксессуары нравятся Косметика Аксессуары, бюджетерия Там хорошие А, и еще карандашик Мне не нравится Тональная основа мне не нравится Пудра мне не нравится Ну, в общем, какие-то средства там прикольные Какие-то нет Но аксессуары мне нравятся Для тела хорошие средства Да? По уходу за телом получается Да СПА серия, да? Угу Еще есть у нас какие-то вопросы? И, значит, было ли когда-либо стыдно? Первый вопрос основной А, конечно, было стыдно Но я не люблю жалеть о чем-то Поэтому я стараюсь забывать Я расскажу Про самый-самый-самый такой случай Стыдный Зачем? Что, понятно было? Зачем? Ну, конечно, бывало за что-то стыдно Но вот этот случай в моей жизни Он для меня был самый-самый стыдный Я училась, по-моему, в первом Ну, максимум во втором классе И только-только прошла динаминация В общем, из 100 рублей Деньги превратились в 10 рублей И у мамы лежало три А что там какие-то с какого-то цвета стали? Светлеемые стали Почему? Не надо Ну, пули будут светлее Оранжевые? Мутные стали Лучше оранжевые будут? Не лучше, конечно Но почему ты не сделаешь, чтобы нормально было? Вот так Бася, как больно Вот И у мамы лежало три десятки красного цвета А я ходила в школу мимо гастронома И мы с ребятами туда заходили В этот гастроном Вы знаете, там продавались Ты обрабатывала бабушку? Да Я же тебе рассказывала А я не помню И там продавались Тогда выпускались концентраты Кремов Заварных Значит, были кофейный Какао Заварной крем Нет, это были напитки Кофейный, какао Они были такие Брусочками Высокенькими А заварной крем Был такой брусок квадратный И вот эти вот брусочки маленькие Они стоили, по-моему, по 7, что ли, копеек Или по 8 копеек А вот этот большой брикет заварного крема Он, по-моему, стоил копеек 30 Ну, в общем, короче говоря Я у мамы попросила денег на это Она мне не дала Я так разозлилась, представляете И спёрла у мамы одну десятку В первом классе? Да И спёрла десятку В первом классе даже не думала Что можно что-то спереть И пошла и купила Вот, знаете, 30 копеек В общем, короче, из 10 рублей Я потратила 30 копеек Причём, представляете Деньги только поменяли Приходит ребёнок 10 рублей Раньше это было 100 рублей В кассе она долго на меня смотрела В общем, не знала Давать или не давать мне сдачу Вообще, брать у меня деньги или нет В итоге Мне продали Я сгрызла благополучно Этот Как он мне в рот только полез В горле не застрял Я не знаю Самое главное Бабушка рыгала тебе Больше ни копейки не истратила Можно же было пойти Вообще всю десятку промотать Нет Я сложила всю сдачу То есть 9 рублей 70 копеек У меня был такой стаканчик Из набора в песочнице играет Жёлтенького цвета Вот как сейчас, помню Жёлтенького цвета И такой он как бы наборный был То есть из нескольких этажей Полосочками такими Я туда всё это положила И в коробку с игрушками Всё это сложила Мама, конечно, всё это увидела Она меня не била Не пытала Мне только надо вопрос было задать Я, конечно же, сразу же призналась Плакала, умоляла Там её Ну вот, вы знаете Мне всю жизнь ужасно было за это стыдно Я никогда в жизни Ни у кого ничего чужого не брала И ужасно боюсь денег Вот они знают С деньгами я работать вообще не умею И ужасно боюсь чужих денег Может быть, это оттуда пошло Я не знаю Но мне всегда очень стыдно было за это Но если про воровство Я тоже могу рассказать Ах, ты тоже? Клиптоманка Вот именно, что клиптоманка А не так, как ты За злым умыслом Это я была маленькая Мы с мамой были в швейном магазине Мама очень много ходила со мной По швейным магазинам Потому что и вышивала, и шила И любила всякие эти вещи Мне было скучно Она мне дала на хранение Две нитки малины Пока мы ходили туда-сюда Туда-сюда Вот вместо того, чтобы их носить в руках Я их сунула в карман А когда мы уже выходили Это было через полчаса Вот там долго очень были Кто будет ребёнка обыскивать И смотреть, что она там в карман себе положила Потом мы уже вышли Прошли какое-то время Говорю, мама А я забыл Они у меня остались в кармане И мы обратно не вернулись Я уже не помню, почему Но я, получается, украла две нитки малины Такие мы Воришки с тобой В общем, мы прославились На весь интернет Вот, так что мне тоже за это очень стыдно Такой вопрос такой Да Я Вот-вот Мне очень стыдно тоже Может быть, у вас тоже есть такой какой-нибудь случай Нам не так будет стыдно Потому что я уже раскрасила Нет, я не знаю Но есть ли люди, которым вообще ни за что не было бы стыдно в этой жизни Мне кажется, все мы какие-то глупости совершаем Не знаю В общем Но, во всяком случае, вот по большому счёту Иногда говорят Я так вот жалею, что я что-то там совершила в своей жизни Надо было всё по-другому сделать Я никогда ни о чём не жалею Ну, это всё равно не вернёшь ничего Чё жалеть-то Ну, я знаю, некоторые жалеют Ну, я же не про себя говорю Не про некоторых В общем, благодарности Страшно? На остальные вопросы мы ответим в следующий раз Сегодня очень хорошие вопросы были Мы ответим в следующий раз Потому что уже почти 13 минут мы болтаем Итак, я сегодня благодарна Я сегодня благодарна за безумно-безумно вкусный обед А я очень благодарна за то, что сегодня в конце концов После нескольких попыток Трёх месяцев Анюта, я не знаю, что это такое Верифицировала нас, что ли, в Ютубе как-то Почтовый адрес Наш почтовый адрес В общем, надо было какие-то там документы оформить в интернете Надо было пин-код ввести В общем, короче, мы три раза пытались И нам не присылали письма А потом вот четвёртый раз что-то Анюта сделала В общем, мы прошли очень серьёзные испытания Я за это благодарна Да, это было классно Ничего не понимаю, но всё равно хорошо Я, правда, тоже не понимаю, нафига это надо Но это было прикольно Сразу ответили, всё так оперативненько Из Америка, представляете? Аня аж обалдела По-моему, через одну или две минуты прислали Ну, я ночью писала, поэтому они ночью работают Как-то тым-дым получилось Всё, мы вас очень-очень любим Обнимаем вас крепко-крепко-крепко Сегодня короткое свидание, да? Пятнадцать минут, нифига себе короткое Нет, там вырежется что-то Пятнадцать минут, нифига себе короткое Варя, вырежется что-то Да что там вырежется? Ничего там не вырежется В общем, пишите обязательно свои вопросы Безумно интересные вопросы Очень классно на них отвечать Я очень люблю вот со всякими подколами вопрос И пишите обязательно свои благодарности Каждый день за что-нибудь поблагодарите И день станет светлее Обязательно И мы с вами увидимся завтра Желаем вам доброго утра Счастливого дня И спокойной ночи Пока-пока Пока-пока Бася, ты достала всех Я уже не могу Вот сейчас она точно Как только отключимся, сразу уйдет Бася, Бася Что ты там наяриваешь? Что ты наяриваешь? Будь здорова Всё Субтитры сделал DimaTorzok